Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия «Коротко и актуально о Кашуке». И мы сегодня поговорим о посудомоечной машине, а точнее о том, можно ли в одной и той же посудомоечной машине мыть мясное молочно и как, или нужно иметь две посудомоечные машины. По этому вопросу есть у нас спор между мудрецами последних поколений, который, кстати, стоит, в принципе, на более древнем споре между Шурхана Рухом, Рабьё Сапкаром, между Рома, Рабимошей и Сервишем. И, в принципе, это действительно спор между Ашкиназами и Сефардами, как мы это увидим сейчас. По-настоящему решил записать это видео сейчас, потому что разгарился в одном месте в Фейсбуке спор по поводу посудомоечных машин. И я решил это объяснить более четко, хотя бы изначально стоило бы объяснить понятие надбарна, то есть нотен-там, барно-тен-там, дающий вкус, порождающий, дающий вкус и так далее, и так далее. Но мы об этом разберемся позже, сегодня поговорим, в конце концов, именно о посудомоечной машине. Итак, мы сказали, есть в этом спор. Рамуши Файнштейн, известный галактический авторитет 20 века, говорит, что можно использовать тот же самую посудомоечную машину для мясного, мясных и молочной посуды. То есть для мясного и для молочного. Но есть условия. Нужно их мыть, то есть каждый вид по отдельности, не вместе. То есть, да, и нужно, когда моете, нужно менять, то, что называется, корзины, в которые складывается посуда, между двумя видами мытья, мясным и молочным. То есть, в принципе, нужно иметь две, скажем так, два сета, два набора корзин для посудомоечной машины. Но тут стоит отметить очень интересную вещь. Причем, когда Рамуши Файнштейн говорил, он говорил и о грязной посуде. То есть, да, что мытье посуды происходит и грязной посудой. И это можно делать, но с другой, главное, две разные корзины. Но стоит отметить, что его ответы были написаны в начале появления посудомоечных машин. Поэтому нужно всегда разбираться, что и как с каждой посудомоечной машиной, которая появляется в современности. Подходят ли эти посудомоечные машины под слова Рамуши Файнштейн? Дело в том, что на чем строится мнение Рамуши Файнштейн? Она строится на том, что по-настоящему посудомоечная машина никогда не становится ни мясной, ни молочной. Потому что остатки еды, которая прикреплена к посуде, моментально аннулируется в 60 раз больше воды, которая вмоет эту посуду. Более того, там есть мыло, которое все это делает еду непригодной. То есть весь вкус становится под гум, то есть непригодный, что аннулирует все. И в принципе у нас нет такого состояния, что посудомоечная машина мясная или молочная. Так не бывает. Сегодня многие посудомоечные машины, то что делают, они делают как минимум обычно две действия мытья. То есть в части, не во всех посудомоечных машинах, то что происходит, то первичная мойка. То есть иногда есть первичная и вторичная мойка проходят мощно. Но иногда есть посудомоечные машины, где первичная мойка всего лишь снимает с посуды, скажем так, большие остатки еды. И там непонятно действительно, есть ли в 60 раз больше воды напротив тех остаток еды. И будет ли эта вода аннулировать эти остатки еды. Более того, в этой первичной мойке современные посудомоечные машины используют чистую воду. То есть они не добавляют туда мыла, так называемое, которое уничтожает вкус и аннулирует, делает, скажем так, безвкусными остатки еды, которые не могут питаться никуда. Таким образом, может быть, из-за этой воды, то есть первичной, без мыла, посудомоечная машина может стать мясной или молочной. И тогда после этого нельзя будет использовать эту, вроде бы, сейчас мы разберемся тогда, что делать, но в принципе глобально, вроде бы, нельзя использовать после этого эту посудомоечную машину для другого вида посуды. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему, чтобы этой проблемы нету? Есть многие алхивские авторитеты, которые сказали, что достаточно, допустим, намазать немного мыла на стенке посудомоечной машины перед каждым мытьем. И тогда, когда пойдет вода, она все намырит, и тогда вкус у остатков еды становится никаким, то есть мылом испорченным. И все, после этого, в принципе, вода будет испорчена, и она не может сделать посудомоечную машину ни мясной, ни молочной. Она становится нейтральной, и ничего не произошло. Это то, что равно может и панчет. Другой момент, это можно, то есть, в принципе, всю остатку еды счистить и пройтись водой до этого. И тогда во второй, то есть, когда вкручится машина посудомоечная, уже не будет остатков еды, которые будут меньше, чем 1 к 60 к той воде, которая вошла. А точнее, там будет 1 к 60 и даже более, и больше воды, чем в 60 раз больше, и таким образом, эта посудочная машина никогда не станет ни мясной, ни молочной. Это равмуши фанч. Рава о ваде юсеф облегчает еще больше. Рава о ваде юсеф говорит, что можно мыть мясную и молочную посуду в один момент. То есть, в одной посудомоечной машине можно мыть и мясное, и молочное вместе. Только что нужно делать? Нужно, чтобы мясная и молочная посуда находились на разных корзинах. То есть, они были в одной и той же корзине. Когда это находится внутри посудомоечной машины. На чем стоит мнение Рава о ваде юсефа? Оно стоит на постановлении Шурхана Руха. В Юре ДА 95, четвертый параграф, что можно мыть молочную и мясную посуду в одном чане вместе, когда в воду добавляют какое-нибудь средство, которое портит вкус. То есть, таким образом, из-за того, что посудочно-моечная машина моет посуду с мылом, таким образом, по мнению Рава о ваде юсефа, можно мыть оба вида посуды. По мнению Шурханруха, что мясное и молочное должно находиться внутри, можно находиться внутри, если там есть, скажем так, портящий вкус какое-то средство в одном чане. И таким образом, их можно мыть вместе. Рава Сраэль Розен, глава Махон Цомаса, который занимается аллахой технологией, скажем так, немножко сомневался в постановлении Рава о ваде юсефа, и это по нескольким причинам. Первое. Так он исследовал работу, скажем так, действия мыла, то мыло не абсолютно уничтожает, скажем так, не полностью портит вкус у остатков еды, которая находится в посудомоечной машине. Вторая причина. По мнению Рава Розена, слово Шурханрух, рабе Севкара, не говорил о цельных кусках еды. То есть, если остаются цельные куски еды, не остатки еды какие-то, то есть на тарелке, а цельные остатки еды, тогда в этом проблема. Если только жир какой-то остается, это не проблема. Об этом говорил Шурханрух. Но, кстати, это написано в Шах, в Некудот Акесов, и в другие, то есть не в Шах, прошу прощения, в Некудот Акесов. То есть, да, там это сказано, и это мнение еще несколько хроним, что если только жир остается, то тогда Шурханрух не запрещает. Но если остаются по-настоящему куски еды, то это запрещено. Это, то есть, как бы объясняет Рав Розен. Но, в конце концов, Рау Вадь Юсеф действительно немножко, скажем так, изменил свой подход, свое постановление. Хотя его сын, Рау Вадь Юсеф, Билкут Юсеф, пишет прямым текстом. Человек, который моет мясную и молочную посуду в одном посудомоечном машине, в один присест, ему есть таково положиться. Но изначально нужно разделять между двумя видами посуды. Между мясным и молочным и мыть их по отдельности. То есть, не в один момент, а по отдельности, но в той же посудомоечной машине. То есть, что у нас получается в конце концов? Мы объяснили простую вещь. Главная проблема в мытье посуды мясной и молочной вместе, это в том, что есть остатки еды, большие остатки еды, которые остаются на посуде. Таким образом, если мы убираем эту грязь, то есть, остатки еды, большие остатки еды с посудой, перед тем, как мы моем посуду, например, если мы все-все в мусор стряхиваем, остается только жир, или даже проводим, то есть, немножко споласкиваем водой, после этого ставим посудомоечную машину, это уже не считается остатками еды. То есть, остатков еды нет. И тогда, по мнению абсолютного большинства галактических авторитетов, можно облегчить и мыть оба вида посуды в одной и той же посудомоечной машине. Но, как мы отметили, в конце концов, по большему мнению о галактических авторитетах, этого нельзя делать вместе. То есть, нельзя мыть посуду молочную мясную в один момент в одной машине. Но, когда мы разделяем, что моется одна посуда в один момент, потом моется другая посуда в другую мойку, это разрешено, по мнению абсолютного большинства галактических авторитетов, если вы убираете мусор, то есть, большую еду, большие остатки еды с посуды, и ставите только там есть жир, немножко жира и так далее, и это моется. В этом нет запрета. По мнению Равадзхагиусефа, если вы так сделали Равадзхагиусефа, то есть, можно даже, для Сефарда проводиться, то можно облегчить даже и месть. Но большая часть авторитетов считает, что вместе не стоит мыть. Сефарды, которые хотят облегчить и положиться на мнение Равадзхагиусефа, Равадзхагиусефа, убирать всю большую еду с посуды, то есть, весь грязь, то есть, все остатки еды большой, убирать и ставить в свою мощную машину в милочной мясной месте ни на один поднос, это можно разрешить. Есть единственное мнение глобально, мнение, которое говорит, нужно покупать две посудомоечные машины. Это БД Шурхан. По-настоящему большинство с ним не согласны. Итак, то, что мы увидели, все очень просто. Можно пользоваться одной посудомоечной машиной для мясного и для молочного. Лучше всего, и для ашкеназов так точно, не лучше, а даже обязательно, не в один момент. Имея разные корзины для мясного и для молочного, когда большие остатки еды убираются с посудой перед тем, как ее моют. Или немножко мыло смазываете стенки посудомоечной машины. В этом случае она никогда не станет ни мясной, ни молочной и точно не запретится. На этом все. До новых встреч. Увидимся. И разберем новые вещи, связанные с современной практикой кашута. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...